привет 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 друзья розочки у меня так сейчас скажу для чего у меня розочки здесь кто еще не умеет лепить такие розочки кто напишите кто не умеет и почему это же не только дизайн ногтей и не всегда дизайн ногтей это может быть украшение украшение которое вы можете выполнить на например на что на ручку да на украсить ручку или какой-то карандаш зажигалку заколку сережки колечко кто знает что это такое как это называется пишите пишите пожалуйста вы понимаете что это сережка да вы же понимаете что это сереженька ну-ка покажите нам ее поближе вы можете сделать сережки себе любимой дорогой вы можете клиентки сделать и да конечно же это не делается прямо прям при клиентке это потому что мудро на это потому что даже долго и это творчество которым вы можете заняться свободно от работы время когда вам скучно грустно когда на улице холодно грязно когда вас нет настроения не с кем общаться и вы хотите посвятить себя чему-то вы можете ведь не только сережки сделать вы можете сделать колечко я конечно не прям не прям супер спец и специалист по этим штучкам заготовка для сережек вы можете купить любом магазине для творчества для рукоделия я брала на лавка мастеров или как как она называется я уже не помню вот и у меня это всего этого целая куча добра когда-то я собиралась этим заниматься но все как-то так то туда то туда и не получалось и давайте все-таки сделаем может кто-нибудь из вас такое сделает украшение и мне потом покажете как у вас получилось это повод научиться новому во первых во вторых это возможность израсходовать тот материал который у вас стоит например у него закончился срок годности или например он слишком жидкий и вы не любите им работать или вообще вы отошли уже дело стоит материал вы можете его использовать у меня гель это эми вот так вот он называется супер бонд гель и по видимо у него тоже прошел срок годности он очень сильно воняет и мне он не нравится из-за этого он достаточно жидкий и он только он подойдет как раз для такой работаем прямо жиденький ну может быть с розовым голубым отливом но должен быть прозрачный чем гуще тем чуть-чуть будет сложнее работать возможно какая-то база которая не желтит или топ вот такой примерно консистенции который желтить не будет после лампы у вас стоит там клиентом вы его не делаете потому что он там может воняет может он слишком жидкий вы можете в баночку перелить его и использовать для таких работ для украшения в очистку беру можно взять апельсиновую палочку сломали чуть-чуть кончик чтобы ничего не слетело потому что он сильно на тоненьком кончике может слететь буду использовать вот такие бульонки они конечно супер хорошие меленькие и возможно у вас есть какие-то которыми вы не работаете они там допустим в дизайне линяют не подходят вам темнеют на ногтях облетают непригодные вы и побольше даже пара по размеру они крупные допустим вам не нравится вы тоже можете использовать и теперь я в этот гель окунают тупой не побоюсь этого слова кончик зубочистки так вот опа моя задача теперь постараться сделать одинаковые ну ладно если они даже будут разные ничего страстного окуну вот в эти бульонки так вот я вот так вот бульон очки все эти сейчас так вот пододвину на край чтобы они все сосредоточились в одном месте вот так вот все они пропитали сделаю такой круглешочек вот так вот уже вами ногти надоели эти дизайны 2 тем другое покажу здесь вот я постараюсь закрыть что у меня не было видно зубочистки так вот и теперь в лампу смотрите я окунаю стараюсь не будет дыхать не булькать чтобы пузыри не напустить так аккуратненько погрузила теперь я покручу чтоб распределилась и вот так оп 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 и быстренько в лампу буквально на 10 секунд теперь я еще разочек потому что мне хочется здесь чуть-чуть побольше булечку такую булечку я делаю и еще раз я ее окунаю чтобы она была чуть-чуть потолще бегом в лампу вот так вот кручу в пальцах распределилась и было кругленько кругленько на палитру сейчас нанесу краски вот такую вот для стемпинг дизайна она мне нравится плотненькая беленькая и немножечко нанесу на палитру от гель лактик это густой гель пусть будет он не может тоже пригодится тоже беленький ведь он густой рядом так может пригодиться вот такой красный тоже для стемпинг дизайна как бы он получается очень плотный много зачем много то зачем и такой маленький цветочек ладно это же я вот такая вот от тнл тнл профессионал вот такой язычок он очень у него дисперсия большая сильно после полимеризации и краски текут поэтому я намочила салфетку и буду все время протирать вот эту булечку всегда буду протирать от остаточной липкости я сейчас ее протру и она станет мутная но это не страшно поэтому я сделала обломала зубочистку чтоб не был тупой конец потому что все время буду протирать чтобы ее не оторвать и теперь смотрите она стала мутная уже не такая красивая ну да ладно это не страшно там у меня внутри розовенький цвет кисть смачиваю так вот и подцепляю делу розовенький цвет короче у меня там нет никакого порядку какая-то отшую голову стукнула то я и делала теперь я как я делаю ну как бы у меня с глазомером не очень хорошо не знаю как у вас я намечаю один лепесток так прям рисую опа вот из намечаю на противоположной стороне второй лепесток и рисую листик лепесток 2 нарисовала место есть я нарисую еще два вот теперь я вижу свой центр ну как бы почти что вижу и нарисую пусть будет 4 кто считать будет правильно кто вообще что будет считать и рисую еще один красиво и в лампу буквально на несколько секунд наверное я включаю лампу на 60 секунд и делю это время сейчас я 20 секунд где-то примерно буду в лампе держать теперь я окунаю прям таки вот рукоятку вот по сюда вот окунаю и аккуратненько не плюхая аккуратненько вот так сейчас окуну прокручу наберу гель и прокручивая 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 с вами разговариваю отправляю в лампу еще на 20 секунд красиво блин красиво смотрите красивом покажу какая красота я вам сказала что липкий слой очень очень жирный мне нужно протирать потому как растечется красочка и я ту салфетку которую я приготовила я протираю вот протру если у вас не растекается если у вас топ какой-то безостаточной липкости вообще шикарно ничего протирать не надо и тратить на это время сразу смотрите муть но это не страшно мы этого не боимся дальше я продолжаю рисовать так теперь мне уже проще потому что я уже вижу где у меня серединка здесь я могу уже намешать красочку например чуть-чуть потемнее буквально совсем чуть-чуть темнее и сделать еще один ярус потом я пойду на уменьшение цвета например не знаю почему не так наверное они будут отличаться по цвету и вот это все просто рутина вы просто рисуете и отправляете в лампу я в промежутках вот такой вот делаю листик еще ух ты ладно пусть кто сказал что так не должно быть ну ладно пускай они будут такие отправлю в лампу буквально на несколько секунд здесь главное не сбиться окунули просушили вытерли липкий слой нарисовали и по-новому так окунула немножечко прокрутила теперь прокручивая 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 я в лампу еще на 20 секунд все тоже самое набираю об кисточку раз плюсом и вот так так следующий ходьбы из кадра не выходить чтобы мне стараюсь между так слился надо чуть-чуть побольше миленького вот увидите сразу как здесь вот прям на телефоне мне красивее видно чем в живую так оп все хватит красиво теперь в лампу окунаю хорошенечко не булькая чтоб пузырей не было прокручиваю прокручиваю и в лампу вот раз так оп оп все отправлю в лампу буквально на пару секунд ну не на пару секунд на 20 и практически баночка как будет полупустая пока я сделаю две сережки можно даже если очень жидкий два раза окунуть тогда между лепестков будет такое больше такие провалы и будет казаться еще больше объема здесь я взяла стразики можно стразики взять какие-нибудь побогаче и подороже ну я взяла обычные с алиэкспресс это стекло но они тоже смотрятся красиво на любом этапе можно остановиться вы прекрасно это знаете что нужно сделать правильно снять остаточную рыбку вот хочется смотреть в экран потому что в экране такое все увеличенное такое все красивое по листик лепесток еще не дышите не дышите так это попал пузырек ну ладно в итоге это вообще не видно будет так что-то слилось ну ладно не страшно вот так ну ка и можно еще один лепесток лепесток вот здесь вот я в лампу из-под низа смотрите как красиво да потихонечку вынимаю и снова прокрут так вот чтобы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому я лучше не сделаю, чем вот так вот промажу Топ желательно тот, который не пожелтеет, если вы беленькое делаете И вот топчиком жиденьким наношу, перекрываю Ну потому что хочу, чтобы у меня все так вот переливалось и блестело Я надеюсь, что я с размером угадала Топа я здесь тоже не жалею, могу еще где-то под выровнять Топ еще даст дополнительный объем Так, тоже топ, который вам не нужен в работе, можно использовать И вот так вот, так вот так Крутим, 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 крутим Мои, как же красиво Смотрите, как красиво И сейчас тоже вот так покручу Покручу, покручу, покручу И отправлю в лампу тоже крутя Вот такой клей для страз Ну, не обязательно такой, просто он удобный Кусачки, которые, ну, скажем так Для грязных всяческих работ Я откушу кусачками Не буду ломать, вытаскивать эту зубочистку Пусть она там будет, она никому не мешает Я аккуратненько отстригу Вот так вот кусачками отстригаю Опа! Технические кусачки Зараза, тупые уже Вот у него носик удобный И я прямо вот сюда Здесь вот ложбинка есть Можно обезжирить на всякий случай Чтоб ничего Уже не отлетело надежно, чтобы было Он густой, надо его выдавить Вот сюда, прямо вот сюда Горошенко выдавливаю Такую достаточно большую И теперь закрепляю Теперь здесь я могу покрутить Как мне нравится Вот Так отцентровать Как мне нравится Чтобы было по центру Все Везде, чтобы лежало И в лампу отправлю Буду держать, чтобы ничего не скривилось В лампе держу Клей, который только что использовала Надавлю на палитру Потому что из тюбика трудно Этот клей сохнет В лампе Клей гель Как я уже сказала Это стразики просто С Алиэкспресс Теперь я беру вот этот клей И на зубочистку И промажу Вот здесь вот соединение Во-первых Это будет надежнее Ну как бы туда побольше Так Клея И здесь я закреплю стразики Ну чтобы не потерялось У нас же тут именно Вот такое крепление Здесь же нет никакого там Просверливания Чего-то Вот так вот Наношу клей Стараюсь все пустоты заполнить Если вдруг есть Есть какие-то пустоты То тоже их заполнить Тянучий такой гель Клей гель Сюда вот Все Вроде бы все промазала Сначала я их просто вот так Нанесу А потом я их буду распределять Сразу желательно их переворачивать Потому что если вы попытаетесь В воздухе перевернуть На место неся А то Может клеем измазаться И грани потеряются Будет некрасиво А они как назло Все перевернулись Что за народ Что он не понимает Что так неправильно Поправлю Потом все Вот сейчас просто Мне надо Их нанести И не убежать из кадра Вот так Приклеиваю Уже не боюсь Держу Можно конечно И чередовать сюда Крупные стразы Какие-то другие камни Понимаете Здесь уже фантазия Просто безграничные Так Не вижу Как кладу Вот пойдут стразы Которые например На ногтях Трудно закреплять Потому что для них Надо много клея Чтобы прям выступало На ногтях Это некрасиво Когда много клея А здесь Это будет незаметно Надо что прям Утопить Стразики Поглубже Просто рутина Просто такая вот Как бы не сложная Согласитесь Не сложно Так Самое неудобное Место Там надо Два стразика Два стразика Это же не значит Что прям Сразу Они прям Приклеились Вместе Так Или нет Так Сейчас я подвину Мне кажется Еще надо Один Теперь я ровняю Вот это вот Тоже рутина Все это Ровнять Здесь вот Конечно Желательно Сделать Аккуратненько Так Где ты Где ты Так И чем хорош Этот клей Он Видите Никуда не бежит Не течет Ровненько Все Можно двигать Здесь что-то Друг на друга Здесь что-то На месте Ну-ка Давай на место Красивенько Мне Так Ладно Хватит Отправлю в лампу Пускай Стразики Приклеятся Бульоночки Которые у нас В середке Были Я их потихонечку Сейчас сюда В клей Который у меня остался Прямо потихонечку Набираю Хочу вам все показывать И в кадры не умещать Хочу крупно Я этот Перфекционист Крупных планов Сюда вот Купаю Так Еще поближе Побольше Побольше Ну Надо искупать Чтоб они полностью Искупались Не жалеем В клей Так вот Сейчас еще будет Одна рутина Которая По выкладыванию Бульонок Вы знаете Что Выкладывание Бульонок Это для Перфекциониста Это просто Это Кошмар Все Хватит Если что Добавлю И обязательно Размешать Надо Не искупались Вот так вот Иначе Плохо Приклеются Так Все Сюда Надеюсь Я там Стразики Не сдвинула Нет Все нормально Теперь смотрите Что я делаю Теперь я Ну Не знаю Что Вперед Показывать Смотрите Беру На зубочистку Нанизываю И Просто Вот так Вот Кучками Накладываю Накладываю Хватит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главное, все, хватит, красиво, да? Отправлю в лампу Я думала, что они будут тяжелые, но они просто невесомые Они очень-очень легкие Вот и все, что я вам хотела сегодня показать, рассказать И мы с вами увидимся в новых встречах С вами была Светлана Соколова Пока-пока, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok